Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас будет макияж косметикой Фаберлик. Исключительно косметика Фаберлик. Я собрала для вас свои любимчики, которым ежедневно тянется рука, которым удобно работать. Также покажу вам кисти все Фаберлик. Итак, поехали! Вот она моя подборочка кисти все от Фаберлик, любимые помадки, любимые тени. Сейчас все вам покажу. Ну, давайте приступать. Чего мы начинаем с макияжом? Во-первых, кожа должна быть подготовлена у нас. Я как базу под макияж, ну сначала, конечно, очистила лицо, сделала масочку, увлажнила. Как базу под макияж использовала сыворотку Биоглоу и сверху кремушек тоже из этой серии Биоглоу. Достаточно такая хорошая получилась база, питательная, потому что сейчас иногда, девчонки, немножко сохнет кожа в Т-зоне. Давно у меня такого не было, на самом деле, видно весенний витаминоз, хотя витамины принимаю вовнутрь все, но все равно. Поэтому предпочитаю что-то такое попитательнее, поувлажняющее наносить. Первое, с чего начинаю, это кушон Бэйби Фейс. И он, кстати, подчеркивает шелушение сильнее, чем Айсюл. Мне вот почему-то так показалось. Может быть, просто совпало, что в этот момент у меня шелушение на коже. Может быть, он действительно как-то посуше. Не знаю. Мне почему-то хочется в следующий раз взять Айсюл. Не знаю, почему так. Ладно, как мы работаем с этим кушоном? Мы берем пуховочку, которая у нас здесь лежит сверху, промакиваем средство и наносим его втаптывающими легкими движениями на лицо. Выравниваем тон. Вот таким образом. Видите, он слегка желтит, но потом подстраивается под тон кожу. Вот такими вот втаптывающими движениями. Тогда он лучше лежит. Вообще, оба кушона это такой невесомый продукт. Если правильно наносить, то он у вас не будет ни виден на коже, ни ощущаться. Здорово выравнивает тон, перекрывает какие-то покраснения, легкие несовершенства. Вот и все как бы, да? Вот одну сторону мы с вами уже покрыли, она становится сразу матовой. Но в то же время не пересушивает, вот нет у меня сухости от этого кушона на лице. То есть если нормальная увлажняющая база под макияж, какая-то, кремушек хороший, то не ощутите никакого дискомфорта абсолютно. И не будет у вас никаких шелушений, подчеркнуто. А, еще перед этим, девчонки, я нанесла на губки пока, потому что потом, скорее всего, будет матовая помада или карандаш. Вот этот бальзамчик серии Ziman, просто чтобы их увлажнить. Очень круто перекрывает, не перекрывает, а сглаживает поры. То есть они становятся вообще невидными. Хотя они у меня достаточно расширенные, широкие в Т-зоне. Поэтому вот я не хочу ни к какому даже другому средству тональному прибегать больше. Не хочу даже пробовать, потому что кушон на самом деле это находка. Просто находка для меня. Видите, вот какая ровная уже эта половина. И здесь еще есть такие несовершенства. Прыщик какой-то назревает. Такое у меня бывает раз в полгода. Может и прыщик вылезти. Крайне редко, но бывает. Так, сейчас я закончу. Макияж кушоном. Тон есть. Кушон откладываем. Что у нас дальше? У нас дальше с вами контуринг. Но так как палетку свою от Фаберлика, да, трехцветную, хайлайтер, бронзант и румяшки, я выбросила, потому что там все уже раскололось. А следующую только приобрету в следующем каталоге, да, в пятом, новиночку. Очень хочу, жду. Поэтому мы с вами будем выполнять контуринг тенями. Да. Так всегда можно делать. Очень много удачных оттеночков есть вот в этой палетке у Фаберлик. Сейчас мы какой-нибудь с вами выберем для контуринга. Кисть буду использовать вот такую, скошенную. Артикул уже вам не скажу, девчонки. Все подстерлось у больших кистей, кистей Фаберлик 3. Одна у нас идет для тонального средства. Кстати, когда я ей наносила тон, это невероятное удовольствие, невероятно тонкое покрытие. И я, в принципе, не очень люблю пользоваться тональниками, но с этой кистью я полюбила ими пользоваться, потому что очень тонкое покрытие. Вот эта кисточка, она так плотно набита. Очень плотно. Вообще кисти от Фаберлик, это кайф. Вот этим кистям, мне кажется, у меня года два, полтора-два точно, ничего, ни один волосок не вылез, как бы все прекрасно. Для тонального кисть тоже, кто пользуется на ежедневной основе тональниками, я прям вам искренне рекомендую одно удовольствие наносить. Тонкое покрытие в то же время все перекрывает. Так, вот эта кисть у нас огромная, да, для пудры. Кто-то мне писал в комментариях, когда мы с вами расхламление косметики делали, что не думал, что Фаберлик такая кисть большая. Да, она большая, вот посмотрите, по сравнению с ладонью. Ей прекрасно можно наносить и пудру, и румяшки, и вообще, что захочется. Большая, классно набитая, суперская, мягкая. Пробовала кисть Эйвен и Фрашей из масс-маркетов, и вот для меня Фаберлик лучшая. Ну, про Алиэкспресс я молчу, в общем. Хотя и там достойные продукты встречаются. Вот эта скошенная кисть, я использую ее для контуринга и для румяшек. Она тоже достаточно большая, немножко такая плосковатая и скошенная, да. Удобно тоже ей работать, очень плотно набита тоже. Она у меня, наверное, самая первая кисть моя из Фаберлик. Так, какой же мы с вами оттенок возьмем для румяшек и контуринга одновременно? Вот этот предлагаю, девчонки, вот этот. Прям кисточкой его отсюда набираем. Больше всего, мне кажется, подходит как бронзирующий такой, слегка. И пока я не приобрела себе новинку, будем таким с вами способом контурировать лицо. Кисти набирают прекрасно, а продукта немного. Ой, да, вот самое оно. Самое оно, прям оттеночек классный. Супер. И растушевывают они замечательно. Вообще, красота. И как румяшки получается, и как контур. Чуть-чуть еще, прям немножечко, вот сюда на яблочки заедем. Потому что у нас получается продукт с вами два в одном. Румяна плюс контуринг. Вот так. Вот уже красота. Щечки. А вы говорите, не пигментированные оттенки в этой палетке. Очень даже пигментированные. И слегка пройдемся вот здесь внизу. Подчеркнем. Сюда я много прям, много, много заехала. Вниз. Вот так. Я люблю сейчас спускать эту линию прямо к подбородку. Потому что вытягивается лицо визуально. Так, ну вот, смотрите, одну сторону сделали, разница уже очевидна. Мы с вами будем делать такой достаточно легкий повседневный макияж и быстрый. Это из-за того, что я треплюсь, он может оказаться долгим, а так он будет быстрым. Этот же оттенок наношу на подвижное веко и неподвижное, чтобы добиться лифтинг-эффекта. И по линии роста слегка затемним. Он хорошо подходит и для контуринга. Этот оттеночек прям, ну вы можете подобрать для себя тот, который вы любите. Любите больше там совсем коричневый, коричневый, холодный. Любите больше немножко с бронзирующим эффектом, с бронзирующим. То есть тени, любые в принципе можно подобрать. Вот одна страна, да, и носик. Носик я либо этой кисточкой вот так ее зажимаю, набираю оттенок и прорисовываю, либо какой-нибудь другой. Вот еще три кисти от Фаберлик. Еще где-то у меня есть кисти. Четыре, вру. По-моему, у меня весь комплект, девчонки. Так, вот это для нанесения теней, если я не ошибаюсь. Смотрите, она какая узенькая. И вот такая сверху скругленная, как бочоночек. Вот, здесь на ней что-то даже есть. Потом, вот это у нас как для бровей скошено. Я ее практически не пользуюсь, потому что на бровях татуаж, да, вот видите, скошено. Озенькая такая кисточка. Можно ее использовать и как для помады, можно и нижние века ей подводить, но не очень удобно, потому что может колоться нижние века. Я люблю вот эту кистью бочоночка, маленькая самая кисточка подводить. Смотрите, какая малышка. Прям здесь плотно-плотно набита, да, и такая вот малышечка. И наносить тени непосредственно на подвижно-неподвижно века я люблю вот этой кисточкой. Самая такая крупная из этих маленьких, да, не считая вот эту плоскую, она получается у нас самая крупная. Тоже хорошо набита, очень мягенькая, ей прям приятно по веку проходиться, вообще замечательно. И ей же можно нанести контуринг на нос, тоже очень удобно, что мы, собственно говоря, с вами сейчас и сделаем. Тот же самый оттенок и немножко прочерчиваем с вами носик, делаем его слегка уже. Ну, кому это необходимо, да, у меня такой достаточно широкий, большой нос. И вот тут пипочку тоже слегка затемняем. И с другой стороны прорисовываем. Тут главное... Макс, ну ты что, взбесился? Тут главное, девчонки, не переборщить, не заехать совсем вниз, иначе вы сделаете его не уже, а шире. Ну, то есть это надо посидеть, поэкспериментировать, да? Где именно, в каком месте для вашего носика нужно прорисовать линию. Да, у меня вот так. Не волнуйтесь, я не оставлю это так. Это прям Майкл Джексон в образе, да, когда вот так нос делаешь, вот этой кисточкой скошенной. Я сейчас немножко это все дело подтушую. Можно пальчиком сгладить границы. Все, у кота какое-то бешенство, началось март. Март не иначе влияет. Все, теперь вторую сторону так же делаем. Ну вот и все. Обе стороны сделаны. Подтушевали все. Все, отлично. Вот с этой стороны, мне кажется, на одно яблочко чуть-чуть добавить. Вот так. Упачки. Все, отлично. Дальше что? Дальше будем с вами тени. Тени использовать. Для тени я беру вот эту кисточку. Ну и тоже, наверное, возьмем этот оттеночек. Я иногда люблю его мешать, знаете, с каким? С вот этим сиреневым. Очень красивый. Кто-то как-то в комментариях спрашивал, как он смотрится на веки. Потрясающе смотрится на веки. Давайте его возьмем сейчас. Они все, конечно, жутко пылят. Это все понятно. Вот эта палетка конкретно я имею в виду. Но оттенки удачные. Оттенки удачные. Достаточно большая пигментация. Бывает и хуже. Кому-то не хватает пигментации. Но базу можно на веки положить. И будет вам счастье. И будет пигментация. Эта кисточка круто наносит тени. И прям тушевать ей одно удовольствие тоже. Между собой оттеночки. Такой легкий, красивый, благородный сиреневый отлив. Передаст вам камера или нет, девчонки, я не знаю. У этого оттенка мне очень нравится. Мне кажется, под любой абсолютно цвет глаз подойдет, цветотип. Потому что он не сильно холодный. Не сильно темный. Такой тут как будто есть розовый шиммер. И сиреневый. Красиво. Мне нравится. Слегка вытягиваем к уголочку, к виску. Чтобы тоже лифтинг эффект у нас был. То же самое со вторым глазом. Я не наношу близко к ресничному краю, потому что мы с вами сейчас будем использовать, конечно же, тени жидкие. Мои любимые. Аналог галактического путешествия. Чтобы высветлить и освежить взгляд. Скажем так. Не денежки, вот эти, конечно, класс. Вообще. Красиво смотрится. Не знаю, мне кажется, вы плохо видите оттенок на камеру. Он ярче гораздо. На самом деле, чем есть. Так, нам теперь нужно с вами подвести нижнее веко. Каким-то оттенком. Беру вот эту маленькую кисточку Фаберлик. И буду миксовать вот этот сиреневый, который мы с вами брали, с этим темно-сиреневым. И нижнее веко подводить. Я люблю, когда нижнее веко поярче. Теней осыпалось, мрак. Сейчас будем все с вами стряхивать. Очень много. Вот таким образом подвели нижнее веко. И второе. Хотела, принесла палетку с запеченными тенями, сделать с ней макияж. Ну, что-то прям сегодня рука к этой потянулась. Я вам сейчас покажу свою самую любимую палетку запеченных теней от Фаберлик. На мой взгляд, с самыми удачными оттенками. Хотя есть еще парочка, которые мне нравятся. Но вот это вот прям самое-самое. Там, где зеленые оттенки, я ее дочери отдала, не выбросила. Она сказала, мне такое надо. Баловаться, играться. Они вечные, эти тени запеченные. Мне кажется, у меня уже внуки будут. А эти все тени запеченные ими. Кто-то будет баловаться, играться. Вот про эти я говорю. Они бывают по акции. Недавно в Товарах дня, кстати, были. Но там был один оттенок и не очень удачный. Сейчас смахну. Осыпавшиеся тени. Не очень удачно, какой-то серый был. А так можно взять по программе Фаберлик. Лайк бюджетненько, да? У меня в оттенке 56-24. Сейчас покажу. Вот, девчонки. Смотрите, какие оттенки. Сейчас покажу вам поближе. Два красивых коричневых. Розовый, шиммерный. Но они все запеченные. И вот этот белый тоже как хайлайтер. Можно использовать вообще великолепно. Вот как выглядят оттеночки в этой палеточке. Так, сейчас я вам наберу, покажу. Это не самый темный. Вот самый темный. Смотрите. Их можно... Фокус. Их можно наносить и влажным способом. И сухим. Тоже смотрится очень красиво. Так, беленькие. И вот эти розоватые. Розоватыми я практически никогда не пользуюсь. Белый как хайлайтер можно. В розоватых меньше всего свечения. Вот именно для запеченных теней. Вот так оттенки очень удачные. Вот сейчас артикул вам покажу. 56-24. Раз уж мы ее открыли, давайте возьмем вот этот не самый темный оттеночек. Вот этот вот. И затемним им верхнее веко, внешний уголок. Так, слегка. Влажным способом они, конечно, вообще сияют круто. Так переливаются. В зависимости от освещения. Но влажным способом, если наносить. То есть помочили кисточку мокрой кисточкой. Можно даже пальчик помочить. И пальчиком прям вот так вот. Запеченный тень очень удобно пальчиком наносить, кстати. Сразу насыщеннее гораздо. Тушуем границу, вытягиваем глазик кверху. Сейчас я пальцем опять и нанесу. Это гораздо быстрее. Так. О, машинка стирать закончила. Растушевываю. Все, красота. Теперь мы берем с вами мной и вами, многими вообще любимые тени жидкие в оттенке. Именно вот этом 5783. Такой же оттенок у меня был в галактическом путешествии. Если не видели видео про сравнение этих теней, я прикреплю в инфобоксе. И наношу на подвижное веко кисточкой. И потом все это дело я буду подправлять пальчиком. Потому что когда наносишь именно кистью от теней, смотрится не очень. Мне так не нравится, например. Можно, конечно, и так оставить, но я люблю немножко вот так пальцем и границу подтушевать. И слегка потоньше сделать нанесение. Тени великолепны. Еще хочется какой-нибудь оттенок, но так много теней на самом деле. И границы теперь не видно. И они смотрятся гармонично. Гармонично и светло. На второй глазик то же самое. Все подвижное веко прям прорисовываю. И, кстати, вот недавно пробовала так сделать. Вот эти тени, в принципе, могут приобрести любой желаемый оттенок, смотря на какие тени вы их сухие наносите. То есть, если вы хотите придать свечению вашему любимому коричневому оттенку теней, то вы нанесли сначала на подвижное веко ваш любимый коричневый оттенок теней. Потом сверху можно сразу вот так из кисточки на пальчик помазали вот эти светлые тени и немножечко вот это все дело прихлопнули, растушевали и красота. Ну, любые тени, любой желаемый оттенок теней можно разбавить вот этими и получится такой эффект сияния классный. Я пробовала так делать, мне понравилось. Не просто наносить на голое веко, да, на какой-то насыщенный тоже оттенок, тогда они заиграют немножко по-другому, смотрятся клево. Так, сейчас немножко вот здесь затемню обратно уголочек пальчиком прям. Вот, красота. Теперь нам с вами нужно добавить немножко хайлайтера к макияжу. Какую мы кисточку для этого возьмем? Давайте возьмем вот эту скучную и вот этот светлый оттенок теней из этой палеточки под бровь. Можно было и те же самые вот эти вот жидкие тени взять, не принципиально. Кстати, вот эти вот белые тени почему-то имеют розовое свечение, серьезно вам говорю. Давайте возьмем лучше из этой палетки. Вот этот самый первый оттенок, он имеет свечение такое бежевое, слегка золотистое и больше походит на хайлайтер. О, да. Вот теперь то, что нужно. Под бровь наносим. В уголок глаза. Сейчас скажите, ничего себе, повседневный макияж. Слишком замысловато. Нет, ну это я так уже, как говорится, понесло, чтобы вам показать те продукты, которые... Для меня вообще это повседневный макияж. Я либо его не делаю, что бывает у меня в последнее время, раньше я даже за хлебом без макияжа не выходила. Либо делаю, так делаю, да. Так, на носик. Хоп-хоп-хоп. Пипочку. Красота. Над губкой. Красота. Чуть-чуть лобик посередине. А щечки, вот тут сверху под глазом, возьмем вот эту кисточку скошенную, возьмем эту кисть и вот так, под глазиком, прям над румяшками, чтобы тоже придать свежести взгляду. Ну, вообще свежести внешнему виду, да. Что теперь у нас по программам? Мы с вами сейчас выберем карандашик. Давайте новый, потому что, мне кажется, я вам его в макияже в деле не показывала, да. Не показывала, девчонки, точно. Это новинка прошлого каталога, глэм-лайнер у меня в коричневом оттенке. Там у нас не так много цветов, к сожалению, карандашей для глаз. Артикул 56-52. Мне очень нравится делать сейчас им стрелку, да. Заказала точилку. Уже заказ скоро придет, второй фаберлик. Заказала точилку, чтобы их точить, потому что у меня только точилки есть у ребенка. Вот, и поэтому взяла у фаберлик специально, чтобы точить. Он уже не такой острый. До точилки как раз продержится. Мне понравилось вот на эти жидкие тени наносить. Он вообще не растекается. Хотя, когда мы с вами делали в обзоре заказа сводч, я думаю, ну и вообще этот продукт крайне такой мягкий, хорошо тушуется, быстро стирается. С руки как бы малейшим прикосновением. Нет, стрелка никуда не девается абсолютно. В течение целого дня, до глубокой ночи я ношу ее, и вообще не растекается. То ли из-за того, что здесь не размазывается, да. Именно вот подложкой являются тени жидкие, вот эти, которые засыхают, и они не дают отпечатываться, не знаю. Хотя у меня достаточно такое веко жирное, скажем так, да. Не каждый карандаш далеко, не каждый будет держаться хорошо. А тут я прям приятно была удивлена. Давайте с вами рисовать стрелку. Я прям рисую от уголка глаза. И можно, кстати, тут же какой-нибудь кисточкой ее тушевать, если вы любите растушеванные стрелочки. Но даже при нанесении она все равно получается такая нечеткая, потому что карандаш сам по себе мягкий. Она получается немножко все равно такая, как будто уже тушеванная, да. Поэтому мне понравилось, девчонки, я в восторге. Кто-то говорил, пропали каяла, они остались, но не очень удачных оттенков. Да нет коричневого каяла. Могу вам смело рекомендовать вот этот карандаш, как замену коричневого каяла Фаберлик. Прям вот, мне кажется, один в один. У меня где-то, кстати, коричневый каял тут стоял еще. Да, вот он. Мне кажется, это один в один, девчонки. Единственное, что... Сейчас я свочу. Похолоднее, что ли, новый карандаш. Вот это каял старый. Он, видите, как-то более в ржану, что ли, коричневый уходит, да? А вот этот новый карандаш, то есть похолоднее, просто холодный оттенок коричневого. А так по своим функциям, по мягкости, по тому, как рисует и держится, мне кажется, они идентичны. Поэтому не расстраивайтесь, девочки. Берите новый карандаш. У меня вот на такой подложке, да, он держится вообще никуда не девается. Абсолютно. Прорисовала всю межресничку, да, видно уже. Вот так это выглядит. И сейчас небольшой кончик нарисую. К височку вытянуть. И хорошо, что такой вот оттенок, он практически незаметно смотрится на тенях, но в то же время визуально делает ваш глазик больше. Но это в то же время не какая-то там навязчивая, навязчивая, яркая, прям такая стрелка, да? Поэтому мне понравилось очень работать с этим карандашом, так же, как и с карандашом для губ. Сейчас тоже в деле вам его покажу. А на последних видео часто спрашиваете меня, что за помада у меня великолепная, освежающая на губах. Это новый карандаш для губ, девчонки. Я его использую как самостоятельный продукт. Понравился тоже. И опять же, несмотря на свою мягкость, достаточно стойкий. Приятно, приятно работать с новыми карандашами. Я не ожидала. На самом деле. Если вот просто сделать стрелку, да, без теней, без теней, просто навеку, вот сделала стрелку, ресницы накрасила, я так раньше, кстати, сейчас делала, знаю, многие тоже любят такой макияж, то, скорее всего, конечно, она будет отпечатываться вот здесь вверху, да? Я так думаю. Ну, а вот если с такой подложкой из теней, то все, алис гуд. Отличаются. Немножко вытяну с этой стороны. Все, срочно нужна точилка. Ну, как-то давно я такими карандашами не пользовалась. В основном все выкручивающиеся, да, либо это лайнеры. Все. Макияж глаз завершен. Да, завершен. У нас осталась с вами тушь, которая меня просто покорила. Это новинка. Как она правильно называется? Long and Strong. Она вообще чисто удлиняющая, но я хочу свой отзыв дополнить. Я им в Инстаграм пост писала на эту тушь. Кто не подписан, кстати, проходите в Инстаграм, там много интересного. Артикул 5722, да? Мы с вами эту тушь подробно обозревали, уже красились ей в отдельном видео. В инфобоксе будет ссылочка тоже, да? Она не только удлиняет, она еще и делает крутой объем, девчонки. Вот действительно крутой объем. Этого в функциях не заявлено. Я сначала тоже как-то не обратила на это внимание, но она действительно делает крутой объем. Просто супер. Прям находка. Вот с первого слоя уже реснички такие достойные. Мне очень нравится. Я, конечно, буду пользоваться. Дальше, может быть, потом дополню свой взгляд, но пока она у меня в фаворитах. Вместе с Miss Curl, да? Очень удобная маленькая кисточка, которая в уголках можно реснички прокрашивать. Прямо удобно, действительно. Да, каждый реснички достает. Может быть, именно за счет того, что она такая маленькая. Один слой, да, уже все. Красота. Она и каждую ресничку удлиняет. Да, когда кисть такая какая-то пушистая, объемная, силиконовая, либо не силиконовая, она может не до каждой реснички достать. А тут... Ну, мне очень нравится эффект. Прямо у меня тоже фаворитах. Вообще не осыпается, девчонки, к концу дня. У меня, по крайней мере, да? Потому что у нас у всех, конечно, тоже века разная. И все индивидуально. Об этом надо понимать. Не осыпается и не отпечатывается у меня. Совершенно в течение дня сидит, как вылетаю. Это тоже большой плюс. Потому что раньше туши Фоберлик старые, но в основном и бюджетные, те, которые даже по 100 рублей, по 99, бывали на распродажах, они грешили этим. Я такие и не брала. Нет, вначале, конечно, брала. В начале своего пути Фоберлик я и такие туши. Но потом поняла, что от них все-таки много ждать не приходится. А здесь да, прям да. Вообще, мне кажется, сейчас уберут вот эти все старые туши и помады и оставят нам линейку Glam Team. Где ценник, конечно, немного подрос. Но сейчас все дорожает, в принципе, вообще. Наносим второй слой. И прям достаточно. Уже даже, может быть, и первого достаточно. Прям красота. В прошлом видео мы с вами три пытались нанести, но и нанесли. И там она уже на третьем слое слегка прям так склеивала реснички. Но слегка все это все равно достойно смотрелось. Поэтому двух слоев для нее достаточно. Вполне. И объем ведь, да? Вот объем. Красота вообще. Страшная сила. Обычно такой макияж у меня уходит 10-15 минут. Быстренько возле зеркала, да? Это сегодня у нас с вами еще такая болталочка. И для меня это, в принципе, повседневный макияж. Я так вот и хожу. Сейчас уже могу себе позволить выйти не на крашеный. Когда в течение дня никуда не надо. Вот, например, как сегодня. Надо только за ребенком в школу дойти. Тут идти 5-10 минут. И обратно. Больше нам никуда сегодня не надо. Никакие занятия, никуда. Я в такой день могу не краситься. Раньше красилась всегда. Сейчас бывает лень. Но это еще зима так влияет. Холодное время года. Сейчас тепло будет. Уже однозначно каждый день будем гулять. Гулять подолгу. Никак сейчас. Околел. И быстрее домой. Так, ну что тут у меня? Нижние ресницы, загвоздка. Все окей. Вот тушь. Красота, девчонки, а не тушь. Мне очень нравится. Так, теперь губки. Новый карандашик давайте тоже возьмем. Я взяла две жидкие помады с собой. Помада от Фаберлик у меня тьма тьмущая. И карандашиков различных для губ тоже много. Мы с вами новенький возьмем. Будем, так сказать, новиночки добивать. У меня в оттенке 408-52. Очень красивый оттенок. Он действительно освежает. Такой, не знаю, розовый слегка с коралловым подтоном, что ли. Не смотрите, как он у меня смотрится. Ну, бах, посмотрите лучше видео, где мы с вами сводчи делали. Я вам сейчас делаю сводчи. Такой вот, больше персиковый, а не розовый даже, девчонки. Вот. Потому что у меня, ну, бах, татуаж. Вот камера вам правильно передает этот оттенок сейчас. Видите? Вот такое. У меня, ну, бах, немножечко в другом может смотреться, потому что это аж. А у меня он как-то розовее смотрится. На Сочи он более персиковый. Хотя называется оттенок какой-то там розовый. Я прям все губки прорисую, а потом с вами помадку еще нанесем. Чтобы вы еще раз посмотрели на карандаш и заодно подарим себе 1 миллиметр объемочка. Вот как он смотрится на губах, красивый. Красивый оттенок, сочный такой достаточно. И если бальзам предварительно, как я нанести, видите, ничего не подчеркивает, никакие шелушинки, губки смотрятся очень достойно. Не пересушит. Если, конечно, на сухие губы прям нанести, то, естественно, пересушит, да, потому что они так сухие. Так, помадки. Где, где, где помадки? Я взяла две жидкие помады с собой. У меня в оттенке 404-70 есть вот такая жидкая помадка. Мне очень нравится. Я их сравнивала в свое время с помадами от Vivienne Sabo, тоже жидкими матовыми. Вот сводчик. Это такой насыщенный оттеночек. Такой достаточно насыщенный. Коричнево-лиловый, девчонки. Коричнево-лиловый такой он больше. И пахнет классно. Вишенкой какой-то. И в оттенке у меня 408-74. Вот такая побледней. У них классные очень спонжики, такие скошенные. Вот очень похож на Vivienne Sabo эти помадки. То есть они не сушат губки. Мне, по крайней мере, очень похожи оттеночки. Просто вот первый он понасыщеннее, да? Я хочу второй. Вот этот вот второй. Он, кстати, в тюбике смотрится бледнее. В носовочек гораздо ярче. Хотя вам сейчас передает почти одинаково. Камера это загадка вообще. Мне эти помады губки не сушат. Они, видите, такие достаточно мягенькие, бархатистые. Ими очень приятно пользоваться. Несмотря на то, что они матовые, при нанесении они такие глянцевые, комфортные, невесомые на губах. Как будто какой-то бальзамчик нанесли вместе с помадкой, да? Без зеркала крашеную. Ну зачем мне зеркало, правда? Спустя несколько минуток эти жидкие помадки на ваших губках не то, что засыхают, они просто как подпитываются что ли немножко и становятся более такой матовый финиш, да? Вот уже смотрите, да? Нету глянца практически никакого. Матовый финиш, красивый. И по стойкости она средняя. То есть, естественно, она съедается, естественно, она отпечатывается, да? Но она комфортная, она не сушит губки. И то есть, стойкость средняя вполне через несколько часов можно обновить, и все хорошо. Второй раз. Третий уже практически не отпечатывается. Вот второй, а третий вы не видите. Она не липкая, она комфортная, она практически невесомая. Мне очень нравятся эти жидкие помадки, прям вообще супер находка. Объем здесь большой. Правда, одна у меня была еще в каком-то оттенке, и в пустых баночках она. Не до конца удается продукт набрать. Я запаску даже вытаскивала здесь отсюда, да? Потому что смотрите, докуда кисть у нас с вами. Вот. Сейчас покажу. Вот досюда. Видите, еще почти сантиметр она не достает до дна. Вот это, конечно, не очень удобно. Но, тем не менее, помада классная. Так, ну все, вот такой макияж мы с вами сделали. Повседневный, простой, быстрый. На самом деле, никаких заморочек. Оттенки все классные. Еще бы я брови расчесала. Для этого у меня тут сыворотка для бровей и ресниц стоит. Забыла. Нет, это именно для бровей, еще для бровей и ресниц стоит. Немножко бы расчесала брови. Уже татуаж такой бледненький. Можно и карандашком иногда заполнить. Так. Заодно напитать их. Мне очень нравятся эти сыворотки. Я их прям поставила тоже вот вместе с косметикой, чтобы не забывать пользоваться ими. Вот и все, мои хорошие. Вот такой макияж у нас сегодня с вами получился. Я вам рассказала о своих любимчиках. Кисти Фоберлик показала, просили девчонки. Если видео было вам интересно и полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok